дорогие друзья приветствую всех мы продолжаем наше наше размышление на втором на второе послание фессалоникийцам и мы с вами с божьей помощью дошли уже до второй главы этого послания второго послания фессалоникийцам и сегодня мы будем говорить о последнем времени ну я уже говорил об этом я вновь напомню что послание фессалоникийцам второе в нем три главы и в каждый из этих глав рассматривается отдельно проблема которая была в той церкви которая существует и до ныне в первой главе говорится о гонениях и о божьей справедливости в этих гонениях мы в прошлый раз об этом говорили вторая глава посвящена заблуждением или ложным пониманием по вопросу пришествия христа последнего времени семилетней скорби так называемой великой скорби и так далее и тому подобное третья глава посвящена внутри церковным проблемам бесчинством вопросам отношений внутри церкви и так далее и тому подобное сегодня мы начинаем говорить о пришествии господа и о последнем времени надо сказать что в писании помнится уже и апостол говорил что дети последнее время уже сейчас шоком смысле последнее время уже идет сейчас почему потому что на самом деле пришествие господа второе пришествие может ставится в любой момент и скажем так мы должны быть в состоянии постоянной повышенной готовности однако в узком смысле последнее время это вот именно то время когда придет господь и этому времени предшествуют определенные события определенные признаки маркерами о которых мы сегодня ну начнем по крайней мере говорить во вторую главу я решил разделить на три или возможно две части скорее всего на три части потому что она достаточно обширная в немного истин и сегодняшние наши размышления я так и назвал заблуждение о последнем времени надо сказать что последнее время пришествие господа это одна из нескольких тем которая особо будоражит сознание верующих когда мы только начинали молодежное служение мы лично я принял такое решение но неоднозначное решение было чтобы разбирать молодежи книгу откровения потому что молодежи крайне интересно интересно все эти вопросы не только молодежи тогда различные как это будет что произойдет знаете книга откровения вообще она окутна таинственностью такой тайной мистицизмом что-то происходит интересное какие-то глобальные события такого фантастического какого кажется характера да и так далее но что я заметил людей больше интересует здесь не сам господь подчас не наше собрание к нему как вот написано мы сейчас почитаем а больше какие-то детали больше какие-то интересные будоражащие сознание знаете какие-то подробности того как это будет что там как антихрист как зверь как уже пророк как там сатана будет действовать и так далее и у фсалоникийцев тоже была определенная проблема в понимании этого мы сейчас об этом поговорим давайте почитаем почитаем с вами первые пять стихов 2 главы 2 послание в сон не кейсом и так 2 послание в сон детям 2 глава с 1 по 5 стих молим вас братья о пришествии господа нашего иисуса христа и нашем собрании к нему не спешить колебаться умом смущаться не от духа не от слова не от послания как бы нами посланного будто уже наступает день христов да не обольстит вас никто никак ибо день тот не придет да коли не придет прежде отступление и не откроется человек греха сын погибели противящийся и произносящийся всего выше всего называемого богом или святыню так что в храме божьем сядет он как бог выдавая себя за бога не помните ли что я еще находясь у вас говорил вам это давайте здесь вот ненадолго остановимся и немножечко посмотрим на несколько характеристик последнего времени во первых суть последнего времени это блаженство верующих и пришествие христа это пришествие господа и судьба благословенность по верующих молим вас братья первый стих о пришествии господа нашего иисуса христа и нашем собрании к нему обратите внимание здесь автор в апостол павел сразу дает фокус сразу дает цель основную того о чем он говорит он говорит цель моя не просто рассказать вам о каких-то подробностях последнего времени просто пощекотать вам нервы пощекотать ваши чувства не просто рассказать вам что-то интересное чтобы вы поняли сам суть что последнее время она не об антихристе последнее время она не действие уже пророка последнее время даже не о чашах помните там там есть печати трубы чаши то есть различная эта структура согласно которой строится книга откровения и последнее время период скорби и так далее суть вот главное не в этом главное это господь наш иисус христос это что мы будем с ним друзья сегодня многие верующие такое ощущение что они ждут антихриста они христа не то чтобы они сатанисты ни в коем случае но они более увлечены вот этими всеми подробностями и деталями более увлечены тем что такое 66 что такое печать зверя как она будет вводиться там куда-то под кожу не под кожу ну чего туда или сюда их интересуют вопросы являются ли кредитные карты или документы тремя шестерками или знаком печати антихриста но за этим совсем забывается что главное не вот эти вот мелочи и не вот эти вот внешние проявления которые могут быть такими или другими главное это сам господь христос и наше собрание к нему друзья вот об этом нам надо размышлять мы ожидаем господа мы ожидаем не антихриста мы ожидаем пришествие нашего господа которого мы любим а все остальное это лишь помощь нам чтобы нам чтобы ожидание наше оно было вознаграждено оно будет вознаграждено тем что мы будем собраны к нему слово собрание к нему она происходит от слова синагога знаете как вы понимаете что это собрание евреев да сегодня религиозные то есть это особое время благоговейного общения с господом когда мы будем собраны к нему и вечно с ним будем поэтому когда мы рассуждаем быть в вопросах давайте помочь прежде всего и знать мы ожидаем христа мы любим его мы желаем прежде всего быть с ним а все остальное это уже детали и частности и здесь нам тоже нужно правильно это понимать и так суть последнего времени это блаженство верующих и пришествие христа второй момент очень важный момент ошибки в учении о последнем времени могут иметь печальные последствия стих второй не спешить колебаться умом смущаться нет духа не от слова не от послания как бы нами посланного будто уже наступает день христов в салоникийцы находились в состоянии очень очень печальным смотрите колебаться умом и смущаться от духа слово которое здесь говорит о колебании буквально значит трясти основания буквально означает очень сильно шататься да как от землетрясения и так далее их разум поколебался их твердость веры она поколебалась теперь они стали слабее в вере то есть вот заблуждение о последнем времени могут привести человека состоянии когда он перестанет твердо держаться упование своего и начнет уклоняться в какие-то другие учения далее они смущались то есть их разум был в смятении их чувства они были в состоянии возбуждения они боялись они переживали и в этом они были неправы и это переживание не было направлено обратить внимание на благочестие но не было направлено на создание церкви она не была направлена на рост в господи она была направлена на вот эти вот этот боязнь боязнь того что вот уже наступает день христов последнее время что делать суета какая-то знаете беготня ненужные боязни и страхи по убрать нет этого не нужно далее каким образом могут эти заблуждения прийти не могут прийти от духа от слова или от послания от духа то есть скорее всего речь идет о каких-то влиятельных людях носители какого-то псевдо пророческого духа которые могли убедить вот этим людей слова то есть слова проповеди интересные какие-то выражения интересные какие-то послания послание это уже что-то закрепленное написанное да обратите внимание сегодня ролики сегодня интернет этим пол сегодня книги и даже к сожалению иногда церковные библиотеки полны этим книг в которых есть дух такого пророчества о том что будет потом пророчество естественно вне писания вне библейского слов интересных проповеди на эту тему послание разных видеороликов и тут сказано как бы нами посланного то есть все это она имеет такую такой подтекст что вот это от апостолов это все от господа и это мне бог открыл там тогда на самом деле все это она является ложным но каким образом нам распознать что является ложным что нет как в чем и в чем собственно заключалась заблуждение фессалоникийской церкви посмотрите внимательно будто уже наступает день христов и говорит апостол павел подожди павел а в чем заблуждение ну разве не должны верующие жить в состоянии когда они ожидают господа разве не должны верующие жить в таком положении как будто вот уже действительно завтра или сейчас прямо через одну секунду наступает день христов разве не нужно верующим быть начеку подобно вот этим 10 по помните в причине стидела подобно разум разумных дел иметь масло там готовая до светильник уже зажженные так далее разве нет знаете в чем была проблема я попробую проиллюстрировать этот на своем примере который был у меня мне однажды прислали ролик люди в церкви посылают их хватят моего отношения чтобы я вот высказал как ты думаешь что это интересно знаете мне иногда сложно смотреть я вам признаюсь потому что люди говорят посмотри ролик и полтора часа вот посмотри ролик понимаете да у меня времени нет иногда особенно во время учебного года там книгу почитать какую-то разумно мне говорят посмотри ролик на час полтора потом сумеру и по нему свое свое мнение даже на полчаса на 40 минут трудно но я все-таки сделал над собой усилий посмотрел что-то я проматывал но все-таки посмотрел вы знаете юноша с горящими глазами интересно очень рассказывать о господи говорит о евангелии правильные вещи говорит а потом говорит а христос придет в таком-то году вот я рассчитал говорит он что на основании там слов христа пророчества так далее он сделал калькуляции там целую таблицу нарисовал что вот пришествие произойдет в такое-то время точно я вам говорю и вы знаете я как только это услышал я сразу это видео закрыл потому что это вот это самое фессалоникийское заблуждение о котором здесь говорится фессалоникийское заблуждение заключался именно в детальности вот уже он наступает вот он вот такое то время вот такой то срок в то время как господь говорит что не ваше дело знать времена и сроки до которые бог положил у вашей власти начала к ней деяний помните когда это произойдет что это просто ученики тоже были обеспокоены всеми этими вопросами господь говорит не надо вам беспокоиться о сроках заблуждение фессалоникий заключалась в том и это заблуждение было навязаны им какими-то уже апостолами уже учителями какими-то людьми выдававшими себя за апостолов пользуешься их авторитетом пытающихся воспользоваться по крайней мере что вот он наступает вот она вот детальная дата вот детальное время вот она друзья когда кто-то начинает рассуждать сверх написанного когда кто-то начинает чрезмерно детализировать вам события откровения когда кто-то начинает говорить вам это произойдет в такой таком-то году вот три шестерки это и нн знаете инвестиционный номер налогоплательщика вот под кожу будут вводить это вот именно она вот люди сегодня говорят что знаете начертание это там кредитные карты что угодно говорят как только начинается вот эта чрезмерная детализация сразу друзья у вас должен быть в голове звонок это признак заблуждения господь эти вопросы не рассматривает очень детально и подробно господь не говорит кто не называет имен обратите внимание мы сейчас будем говорить об антихристе не названы имя антихриста не названа дата его рождения не сказано из какой он путь страны как вы думаете почему а потому что человеку свойственно детализировать и свойственно начинать вот эту суету вот это колебание умов вот это смущение и он начнет концентрироваться на том на чем не нужно то время как сонки должны были концентрироваться на господи на ожидании его и собрание к нему кто-то им сказал а вот она уже идет и они начали суетиться начали смущаться духом не спешите не надо подождите эти заблуждения они сбивают вас толку вносит беспорядок отвлекать благочестие не дают вам созидать церковь не дают вам работать в этом мире эффективно являясь свидетельством для мира свидетельством вашего света вашего благочестия подумайте об этом и не не покупайтесь на вот эти вещи друзья я вас тоже очень прошу сейчас интернет особенно ну и книги книжные полки заполнены вот этими всякими учениями николи не нужно этого делать не нужно к ним прибегать будьте внимательны будьте рассмотрительны и пусть господь вас в этом благословит и так суть последнего времени это пришествие господа и наше блаженство в нем во вторых ошибки в учении о последнем времени могут иметь печальные последствия третьих последнему времени предшествует определенные события последнему времени предшествует определенному и событий стих 3 стихи 3 4 да не обольстит вас никто никак ибо день тот не придет так коли не придет прежде отступления не откроется человек греха сын погибели противящийся и превозносящийся выше всего называемого богом или святыню так что в храме божьем сядет он как бог выдавая себя за бога обратите внимание господь оставляет нам определенные маркеры то что будет предшествовать непосредственно его приходу 2 при этом он говорит там что нам дать этого в любой момент почему потому что во первых жизнь наша может закончиться понимаете да в любой момент во вторых действительно это может наступить очень очень быстро и очень скоро но при этом нам нужно понимать что для того чтобы мы не суетились для того чтобы мы слишком сильно не боялись для того чтобы не было неизвестности господь оставляет нам определенные маркеры да вот как знаете как есть указатели на дороге вы едете и написано там город москва 100 километров осталось да то есть вы понимаете вам там не написано подробно вся дорога до указатели по мне написано что вот будут резкие повороты или дорожные работы или пару объездов вам придется преодолеть но в целом сказано вот 100 километров осталось и вы уже понимаете что вам ехать ну наверное часа два вот так вот по нашим дорогам и вот здесь тоже самое плохо стану на общий маркерах чтобы мы не волновались не переживали и не суетели но эти маркеры именно общие они не детальные о которых вот заблуждались фислоники посмотрите на эти маркеры на эти признаки давайте давайте посмотрим на них более подробно итак первый признак очевиден для нас это отступление отступление да не болезнет вас никто и никак доколе не придет прежде отступление слово отступление это греческое слово апостасия то есть это явный отход от христианских принципов от христианской веры и морали в жизни современного общества в жизни того общества которое будет непосредственно предшествовать предшествие у господа надо сказать что сейчас конечно отступление тоже очевидно до государства которые называются даже христианскими страны отступают от господа по-разному современные нравственные нормы они уже многими месяц у нас и новым библейский в современном мире уже считаются чем-то устаревшим уже считается чем-то узколобом на чем-то фанатичным и так далее конечно это все есть но в во время непосредственно перед пришествием это все достигнет своего апогея и даже вот эти вот рамки приличий каких-то до рамки какой-то толерантности они спадут и явное будет отступление явное будет гонение на христиан явно будет ненависть ко всему библейскому и ко всякому благочестию придет великое отступление отступление произойдет как на уровне отдельных людей так и на уровне правительств на уровне целых стран и это отступление будет характеризоваться гонением на христиан она будет характеризоваться полным отвержением полным развращением то есть даже то что мы видим сейчас и на 100 уже сайт это еще только цветочки друзья отступление предполагает что вообще полностью даже церковь она не будет к сожалению выполнять свои роли и даже церковь она будет подвержена вот этим разным моментом которые есть посмотрите на церкви откровения да сколько среди них было проблем и даже одна церковь названа мертвой то есть все это будет все эти проблемы и трудности будет будут сопровождать и церковь написано по причине беззакония во многих охладеет любовь далее следующая характеристика или вернее признак вот этот вопрос пришествии скорого пришествия христа это человек греха сын погибели речь конечно идет об антихристе надо сказать что антихрист это тоже понятие широкое и узкое одновременно в широком смысле апостолы пишут что сейчас уже много антихристов в мире и что действительно в широком смысле антихристы уже существовали и даже существует это скорее всего правители скорее всего люди влиятельные весьма нечестивые которые гонят церковь уничтожают христиан и противиться всякому благочестию и всякой правде такие люди были в истории такие люди есть наверняка и сейчас да может быть не в таком масштабе но тем не менее вот и но конечно речь идет об именно человек греха сын погибели о том человеке который будет в тот момент именно во всем мире иметь вот это мировое влияние это особый антихрист антихрист последнего времени который будет сочетать в себе качество нечестивое нечестия всех антихристов прежде него но это будет антихрист действительно с большой буквы в том плане что иметь огромное влияние на все человечество мы читаем об антихристе в различных местах священного писания и здесь он характеризуется несколькими несколькими такими характеристиками посмотрите во первых это человек греха то есть это тот кто является греховным в крайней степени в нем нет никакой совести в нем нет никакой нравственности в нем все сожжено все благое от господа в нем уничтожено грехом он греховен крайней степени он может казаться на каких-то этапах самоуправления будет казаться благодетелем я думаю что многие ему поверят искренно поскольку действительно что-то он сделает сама по себе может быть даже доброе но при этом он исполнен греха исполнен нечестия он является сыном погибели то есть он тот кому лежит от то есть он будет там и он в конце концов будет брошен написано в озеро огненное и это крайне важно потому что это утешение для христиан что он однажды будет побежден даже сказано что он противишь противиться превозносится превыше всего называемую богом или святынию антихрист будет править и он будет противиться всякому благочестию противиться всему добру и он будет превозносить себя превыше всего и в конце концов даже превыше бога и святыни скорее всего имеется ввиду храм божий которым написано прямо в следующей фразе он будет превозноситься над всяким благочестием над всеми святынями нас в конце концов над самим господом каким образом это будет делать так что в храме божий сядет он как бог выдавая себя за бога а в конце концов антихрист выдаст себя за бога судя потому что мы читаем книги откровения там написано что у зверя была рана которая как бы исцелилась возможно он даже будет выдавать себя за христа и его подделать каким-то образом свое воскресенье как считают ноги толкователи то есть он будет творить чудеса и знамения настолько сильные что люди скажут вот это действительно послание бога или возможно сам бог земле и антихрист будет всячески этому потворствовать при этом гоня подвергая страшным гонением истинно верующих и конечно же народ божий евреев но сказать что в храме божьем сядет он как бог выдавая себя за бога это тоже нельзя сказать что этого не было никогда такое происходило в истории израильского народа ну несколько я вам приведу здесь моментов в тысячи в 169 году до рождества христова сирийский царь антиох епифан осквернил иерусалимский храм тем что вошел святое святых и через год установил там алтарь зевса принес жертву свинью страшное отвержение которое даже названо мерзостью запустения то есть посмотрите вот на этих малых антихристов антихристов с маленькой буквы что они творят да в сороковом году от рождества христова римский император калигула желая заставить иудеев поклониться себе повели установить в русалимской храме святую статую свою честь на по этому приказу не суждено но этому приказу не суждено было осуществиться сам император был казнен через год сорок первом году в 70 году от рождества христова перед разрушением храм сначала был осквернен иудейскими фанатиками затем римские солдаты внесли на его территорию знамена с изображением императора и стали совершать там жертвоприношение в его честь то есть произошло страшное осквернение осквернение храма сбылись слова христа не останется здесь камни на камне суд божий явлен на израильский народ и времена антихриста антихристов с большой буквы вот этого антихриста воплощающего в себе качество всех антихристов всех тех кто в анти антихрист как бы вместо христа да он тоже совершит некое действо в храме божьем сядет он выдавая себя за бога в иерусалимском храме скорее всего он да он будет выдавать себя за него и совершить даже такое страшнейшее беззаконие пока этого во всей полноте нет да пока еще отступление но есть но она не в той форме в которой могло бы быть и который будет пока еще не открылся вот этот вот один человек греха сын погибели какой-то такой правитель мировой да пока нет то вот этого его обожествление это что в храме явно он сядет как бог выдавая себя за бога и храма ты еще даже нет да на иерусалимской горе там вот остается только стена плача да и на месте храма находится мечеть то есть мы понимаем что это еще не совсем предшествие господне да и но эти события могут пройти очень быстро и произойдут они очень быстро и стремительно поэтому друзья помните об этом и не покупайтесь вот на всякие разные ложные пророчества ложные детальные какие-то рассказы о последнем времени которая не имеет под собой библейского основания и последнее что здесь говорит апостол он говорит в пятом стихе не помните ли что я еще находясь у вас говорил вам это то есть твердо держитесь апостольского учения последнее время 4 момента сегодня мы с вами рассмотрели суть последнего времени это пришествие христа и божество верующих второе ошибки в учении о последнем времени могут иметь печальные последствия третье последнее время предшествует последнему времени предшествуют определенные события и четвертое твердо держитесь учения о последнем времени. Апостол Павел говорит, я, когда еще был у вас, физико-лоникийца, я вам все это объяснял, но вы не размышляйте сверхнаписанного. Вы не пытаетесь каким-то своим разумом додумать что-то за Бога. Держитесь того, что написано в слове. Говорите о последнем времени словами Божьего слова. Не размышляйте сверху, не пытайтесь сразу резко какие-то современные события, современные явления отождествлять или переносить на Божье Слово. Не пытайтесь современные образы отождествить с библейскими образами сразу. Будьте внимательны. Будьте внимательны, чтобы вам не впасть в это заблуждение. А пока не будьте поколеблены ни умом, не смущайтесь ни от какого послания, но верьте в Господа нашего Иисуса Христа, ожидайте Его пришествия и о том, что мы будем с Ним. Живите благочестивой жизнью. Любите Господа. И Он откроет вам. Когда произойдут вот эти все события, когда они начнут происходить, Господь откроет вам, что происходит. Они и вам не надо будет гадать, вам не надо будет куда-то бежать, вам не нужно будет суетиться. Вы поймете все. И Господь откроет вам, что нужно делать. Живите с Господом. И пусть Он вас благословит. Аминь. Дорогие друзья, благословения всем вам. Благодаря Господу нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Пусть пребудет со всеми нами. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok.